Приветствую вас, отвечая на вопрос буквально, то есть прямо вот по сути, да, по сути вопроса. Ага, я бы хотел сказать так, что для того, чтобы убедить родителей перейти на вашу сторону, ну или на нашу сторону, в данном случае это не так важно, нужно понимать, что за люди ваши родители, какие они люди, что им важно, например, что им не так важно. То есть если говорить конкретно, то простите, нельзя рекомендовать того, что неизвестно, нельзя рекомендовать того, о чем не имеешь представления. Я лично не имею представления о том, какие ваши родители, ну кроме каких-то таких общих моментов о том, что они за вас переживают, и они хотят, чтобы у вас все было хорошо. Но это, как вам уже сказала моя коллега, это совершенно не уникальное явление, а скорее даже явление самое, самое, что ни на есть обычно. Если вы хотите выстраивать свою жизнь, ну вне зависимости от родителей, если вы хотите выстраивать свою жизнь вне зависимости от того, что и как говорят ваши родители, то вам необходимо самостоятельно решать этот вопрос. То есть что это значит самостоятельно решать этот вопрос? Самостоятельно решать этот вопрос значит, что вы отдаете себе отчет в том, что ваши родители любят вас, а ваши родители хотят для вас счастья, для вас как бы радости, ваши родители хотят для вас всего самого лучшего. И они делают это так, как понимают. Вот как понимают добро и счастье, они вам так и стараются его донести. Плохо ли? Хорошо ли? Это не столь важно в данном случае. Куда важнее, что они действительно хотят для вас этого. и в том, что они для вас хотят, вам их никак не переделать. Вам не убедить родителей в том, что ваша позиция является, ну, какой-то более правильной, чем их. И связано это с тем, что для своих родителей вы были и остаетесь маленькой, маленькой девочкой. И поменять это отношение к себе от родителей вы не можете. Это значит, что все, что они могут сделать, это максимум смириться с тем, что вы приняли какое-то решение. Но что это значит смириться? Это значит понять, что вы не поменяете своего решения, вы не отойдете от него, вы будете держаться за это решение, вы будете его отстаивать. А это значит, что каждый раз, когда вы пытаетесь своим родителям что-то доказать, что-то показать, они видят, видя, что вы пытаетесь приманить их на свою сторону, думают, что вы сомневаетесь в своей позиции. И вот вы знаете, вот открою я вам сейчас что-то новое или нет, но со стороны, когда вы пытаетесь переманить родителей на свою сторону. Это так выглядит. Это выглядит именно так, что вы не уверены в себе, не уверены в том, что вы делаете и хотите, чтобы они вас поддержали. И тогда уже возникает вопрос к вам. Простите, а почему вы не уверены в себе? И если не уверены в себе, то в чем вы не уверены в себе? Это вот уже другой вопрос. понимаете, вы сейчас находитесь на активном этапе взросления. Этот активный этап взросления он связан с тем, что вы сами принимаете решение и ждать одобрения родителей и не только родителей, а вообще кого бы то ни было. Но мягко говоря, не стоит, если речь идет о вашей личной жизни. Потому что в личной жизни дело касается только вас. В личной жизни вы решаете вопросы, которые касаются только вас и оглядываться на кого-то, пусть даже это ваши родители, в личной жизни не стоит. Потому что у родителей ваших всегда будет другое мнение. К сожалению, вот это то, что вам нужно понять. если вы уверены для себя в том, что молодой человек, которым вы сейчас в отношениях и так далее, это действительно ваш человек и вы хотите быть с ним, то вам необходимо сделать выбор. Либо вы ориентируетесь в своем поведении на своих родителей и старайтесь угодить им. Либо вы в своем поведении ориентируетесь на себя и старайтесь защитить в первую очередь свои собственные интересы. И вот правда заключается в том, что этот выбор вам нужно сделать. Правда заключается в том, что все довольны быть не могут от вашего выбора, от вашего решения. Не могут быть довольны все в принципе кто-то всегда останется недоволен либо вы, либо ваши родители. Проблема заключается в следующем если недовольными останутся родители, то они знаете не перестанут быть вашими родителями. Ну да, они немножечко по обижаются, может быть они будут с вами как-то меньше общаться, это может быть. Но все равно как родители они никуда от вас не денутся. И мне в первую очередь хотелось бы, чтобы вы это понимали. Они никуда от вас не денутся. А если недовольны, останетесь вы, если вы будете недовольны, если вы будете испытывать неудовлетворенность, ну например, от того, что поступили свои решения, то это и будет иметь куда более худшие последствия для вас. Это и упущенная возможность с молодым человеком построить отношения, скорее всего. Это и отсутствие реализации в личной жизни для вас, и негативный опыт отношений и так далее. Вам нужно подумать, готовы ли вы выбирать, готовы ли вы расставлять приоритеты. Вам нужно расставить эти самые приоритеты и расставив их, двигаться дальше по жизни в зависимости от выбранного вектора движения. И здесь очень важно понимать, что родители, когда увидят, что вы сами уверенно двигаетесь к своей цели, когда они увидят, что вы уже не то, чтобы советуетесь с ними, не то, чтобы как-то спрашиваете их, что вам делать, а вы обкровенно действуете, ставя их просто в неизвестности. У них выбора не останется, кроме как принять ваше позицию. Если они любят вас, они примут ее, примут ее позицию. Современно, не сразу, конечно, но примут ее. и как бы у вас все будет хорошо. Но на этом же время. То есть объективно сразу они не смогут это принять. Но если они любят вас недостаточно, если они не отпускают вас например для себя. Такое бывает. Некоторые родители не хотят отпускать своих детей именно для себя. То есть они что-то теряют именно в своем контексте. То есть для себя они что-то теряют. Если так, то они не смирятся никогда. И ваши позиции они не примут тоже к сожалению никогда. И если так, то какие бы вы слова не подобрали, я прошу, чтобы вы это отдельно постарались для себя запомнить, какие бы слова вы не подобрали, все это не важно, потому что они, ваши родители, изначально нацелены на себя, а не на вас. И что бы вы им ни говорили, они не хотят это слушать. Я думаю, что именно так можно ответить на на ваш вопрос. Мне бы не хотелось, чтобы вы знаете, тратили свое время на то, чтобы пытались уговорить тех, кто вообще-то говоря, ну, не так уж много, не так уж большое влияние имеют на то, что вы делаете. То есть я решил сказать здесь, что вам нужно думать о себе. Это вот едва ли не самое главное, что вам нужно больше думать о себе. И я желаю вам в этом удачи, потому что для этого чтобы думать о себе, для этого нужна определенная настойчивость, для этого нужна определенная упорство, для этого нужно упрямство. я надеюсь, что вы его найдете. Кому что противном случае, боюсь, вы не будете счастливы. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Видите ли, у вас вполне может быть определенная некоторая, какая-то неуверенность в себе. Если я прав, то вам желательно бы проработать с психологом, чтобы определить причину этой неуверенности в себе, чтобы разобраться с ней, может быть, и исключить, что она не мешала вам. потому что, ну вот, действительно, у меня складывается такое ощущение, что вы в чем-то сомневаетесь именно в себе. То есть, зачем-то вам одобрение ваших родителей, хотя это люди совершенно других взглядов и люди, которые, может быть, даже в принципе не понимают, что происходит сейчас с вами, какие у вас сейчас желания, цели, стремления и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Но вам для чего-то все равно нужно. Вам для чего-то все равно нужно их одобрение. И вот то, что я хотел вам сказать, это то, для чего оно вам. Это самый главный, на мой взгляд, вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Нет, никакие вопросы остались дополнительные. Обращайтесь в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам! до сих пор.